Первый тайм мы проиграли много борьбы, они нас превосходили на боштах, в контратаках, не успевали за ними. На второй тайм внесли коррективы, они большие. Стали появляться и моменты, и стали хорошо пегать в контратаке. Стали появляться моменты для взятия ворот. Но, к сожалению, было несколько хороших эпизодов, которые мы не доверили до логического завершения. У тебя на бровке постоянные замены, то Майкон, то Коломейцев, то Касаев. Как тебе действовать не с привычным парнером все 90 минут, а постоянно как-то меняться? Да нет, это нормально. Если тренер так считает, то я же не могу сказать ему, что мне хорошо с ним играть, а не с ним. Мы же не в детском садике. В принципе, я со всеми играл, и с Коломейцевым, и с Касаевым, и с Майконом. Скажем, может быть, с Коломейцевым немножко меньше, чем с двумя другими. Но все равно нормально, в принципе. Если тренер так считает, то я же не могу высказывать свои мнения по этому поводу. Поражение от Спартака – это поражение особенное или такое же, как и все остальные, с психологической точки зрения? Да нет, я не разделяю команды на… Если бы выиграли у кого-то другого, меньше у Спартака, в любом случае это три очка. Мы сильно потеряли три очка. В такой, можно сказать, хорошей игре, все равно в любом случае, проигрывая Спартаку, Фе или кому-то другому, в любом случае это потеря три очка. Если нельзя разделять кого-то. Или там настраиваться на кого-то по-особенному, а на кого-то там не настраиваться. Так что, жаль, что не добыли очки сегодня. Что касается у города, я так же, что мы с ним тр safe, не помним. Увершка, что у вас, как и все было. Продолжение следует...